Приветствую друзья! Сегодня поговорим про несколько интересных настольных токарных станков, которые появились в прошлом и позапрошлом столетии, но своим видом и конструкцией привлекает до сих пор. Все станки находятся в полностью рабочем состоянии. Первым рассмотрим французский станок, датируемый началом 20 века и был сконструирован компанией братьев Вено. Станок имеет винтовой шаг английской формы, причем винты перемещающие суппорт были правосторонними и поэтому при повороте рукоятки подачи вправо перемещали суппорт в сторону оператора, а не от него. К сожалению не ясно были ли братья Вено изготовителями этого токарного станка, но несмотря на это это прекрасно сделанный станок с высотой центра около 125 миллиметров и расстоянием между центрами около 500 миллиметров. Во многих отношениях он очень напоминает ранние токарные станки Лорг типа А, которые выпускались с 1885 по 1920 год. Станина имеет те же V-образные плоские направляющие, а составной винтовой суппорт практически идентичен суппорту модели А1 номер 4, вплоть до длинного выравнивающего винта на зажиме инструментальной стойки. Шариковые барашковые гайки, которыми детали крепятся к станине, такие же как и рукоятка дышла цанги шпинделя. Одно явное отличие можно увидеть в торцах станина. На Лорг торцы сформированы с четким шагом 90 градусов. В нижней части для формирования плоской поверхности и с ножками станины, закрепленными болтами по всей длине шага. На станине вино торцы станины, похоже, были довольно грубо сформированы по радиусу и имеют очень короткую плоскую ступеньку. А обе ножки станины расположены на одном уровне с верхней частью торцов станины и имеют более тонкие основания. В 1920-1930 годах в Англии появилось множество производителей небольших токарных станков. И некоторые из них, хотя и стали хорошо известны среди инженеров-моделистов, были крошечными предприятиями с соответствующим годовым объемом производства. Компания Уинфилд была одним из таких предприятий, широко известным благодаря рекламе прессе, посвященной моделированию и управлялась мистером Чарльзом Уинфилдом. Он производил свои токарные станки небольшими партиями. Каждый комплект немного отличался от предыдущего и включал по прихоти владельца или мастера такие модификации или изменения, которые казались в то время наиболее подходящими. Малоиспользуемые образцы, которые стали известны в последние годы, показывают, что производство было ограничено по бюджету. Отливки оставались в грубом состоянии с безразличной косметической отделкой и свидетельствами ручной работы, необходимой для того, чтобы все было выровнено и работало должным образом. Тем не менее, мастерство было на высоте, а конструкция превосходила более дешевые модели и соответствовала более тяжелым версиям этой компании. Доподлинно неизвестно, каким был первый токарный станок Уинфилда, но были обнаружены две явные ранние версии, которые демонстрируют непрерывное развитие. За дополнительную плату предлагались как отдельные, так и встроенные контрвалы. Последний состоял из массивной коробчатой формы, прикрепленной болтами к задней части станины и несущей на себе поворотный узел. Натяжение ребня которого регулировалось простым кулачковым рычагом, работавшим только с одной стороны. Подшипники контрвала, как и подшипники бабки токарного станка, были выполнены из обычной бронзы и разделены с одной стороны для регулировки. Реверс тумблера был частью стандартной спецификации, но, хотя некоторые более поздние станки были оснащены тяжелой чугунной крышкой сменного колеса, все ранние токарные станки в духе того времени имели его полностью открытым. На всех ранних станках ведущий винт вращался в бронзовом подвесном подшипнике с болтовым креплением на головке и литом подшипнике на задней бабке. Субтитры создавал DimaTorzok Токарный станок VLG размером 90 мм на 600 мм производился в Швеции, предположительно, в 1950-х и начале 60-х годов. В точности повторяя дизайн MyFord, компания даже сохранила неадекватную и хлипкую конструкцию оригинальной задней бабки с конусом Морзе-1 и ходом 80 мм, вместо значительно улучшенного после Второй мировой войны типа, который MyFord предлагал в качестве замены. На VLG также отсутствовал реверс, хотя, как и на MyFord, он мог быть доступен в качестве невключенной в список опций, поскольку необходимая выпуклость в отливке бабки присутствовала. Также не была использована возможность устранить недостатки поперечного суппорта с его короткой отливкой и относительно ограниченным ходом 115 мм. Просто установка удлинителя вместо плоской пластины для поддержки конца винта подачи дала бы больший ход и сделала бы его гораздо более полезным при установке вертикального фрезерного суппорта. Однако, несмотря на эти недостатки, токарный станок имел некоторые преимущества, включая возможность использования полноразмерных кленовых ремней А-образного сечения вместо плоских вместе с аккуратным встроенным контрвалом с двухступенчатым шкивом на двигателе и контрвале для обеспечения 12 скоростей. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова